что друзья снова всем большой большой привет из стамбула давно с вами не виделись сколько наверно месяца два расскажу что происходило немного позже и сегодня решил выйти на прогулку в своем районе чуть выше правда поднялся в другой микрорайон мы с вами находимся сейчас в картале и многие называют это место трущобами стамбула ну посмотрите сами да райончик очень очень точнее микрорайон очень старый но здесь тоже есть вот что под снос здесь тоже есть достойное жилье именно таки с таким великолепным видом на мраморное море посмотрите на принцев острова да вообще здесь так уютненько пожить именно если окунуться в такую атмосферу настоящей турции сейчас друзья мы с вами выходим к чаши в микрорайоне я каджик района картал тут посмотрите вот сушится это абсолютно норма для стамбула для парикмахерских вот так вот сушат на улице своих полотенца после клиентов и вот небольшой такой чаши центр микрорайона я каджик в картале уже осень все уже везде опадают но погода хорошая вчера хотел записать для вас видео но пошел дождь и сейчас тоже обещают дождь но пока как видите небо чистое выдержал для вас немного записать видео вот друзья где я пропал если кому интересно эти два месяца если честно я уже хотел бросать канал потому что я уже просто не знал что снимать уже идеи просто даже желание посмотрите минарет выйти на улицу с камеры уже просто не было конечно играет очень важную роль долгое отсутствие вдалеке точнее нахождение от семьи от друзей да в принципе тоже работа рутина и как-то уже было не очень тут немного мы с вами вверх не очень интересно записывать но потом долго подумав то что тут будет сносить посмотрите двор мечети немного подумав про анализировал сколько мы с вами сотен километров прошли уже на этом канале давайте заглянем тоже под снос вот так вот сейчас это здесь все выглядит сколько мы с вами прошли километров сколько всего мы с вами посмотрели а а о скольких как можно сейчас а скольких моментов мы с вами уже поговорили и бросать как-то жалко что ли тут тоже посмотрите еще люди да нет уже здесь не живут и видите вокруг все в постройках новые дома растут здесь как грибы но и конечно же все равно остались места такие вот какая раритетная остались места совсем такие старые вы туда сейчас с вами и направляемся и вот все как-то на навернулась и немного состояние уже не такое и домой хочется ко мне мама прилетала сюда на почти две с половиной недели тоже он разрушили мы пол стамбула наверно обошли я очень много фотографий наснимал начал уже выкидывать по телеграмму кому интересно подписывайтесь там здесь у меня будут видео в основном прогулки а там будут фотографии интересных или не очень интересных мест если кому это интересно добро пожаловать так а здесь мы давайте нет еще чуть пройдем выше и повернем налево и вот так вот как-то желание закрыть канал и просто ничего не записывать поменялось стимул еще записывать разные места для вас завтра послезавтра если погода позволит лучше сходить позавтракать или позавтракать попить кофе на холм гвезда мы там когда-то в самом начале моего пути на ютубе мы там с вами гуляли и оттуда тоже прогуляться по таким он уже находится в районе пендик и по таким тоже местным колоритным улицам пройти вниз к метро или к морю вот думаю когда выбраться туда вот посмотрите еще какие здесь остались дома не знаю ночью я здесь тоже гулял по этим улицам никаких тут проблем нет очень много разных новостей пишут сейчас там кого-то там в стамбуле убили или где-то там еще на морях убили на егейском побережье что-то встал опасно все опасно все злые все как-то не то да нет здесь все нормально не знаю я сколько гуляю мама я же говорю у меня приезжала тоже немного так осмелев она вообще без языка турецкого но иногда сама выгуб там выходила в магазин или просто пройтись по району когда я не мог из-за работы там или что-то тоже никаких посмотрите уже какой-то вид открывается сейчас еще выше поднимемся оттуда будет вообще красота поэтому не знаю я как твердил и всегда буду твердить что самые опасные места районы не только в турции не только в стамбуле мне кажется в любой стране это как раз таки туристические зоны потому что там и карманные кражи ну такое вот все как обычно классика а здесь да никто я сколько с камерой хожу если подходит кто-то спрашивает просто там видит что иностранец снимаю и интересно все интересно и наоборот что-то еще и расскажет собаки греются на солнце друзья похолодало в стамбуле но как похолодало градусов 17-18 там на солнышке 2022 погода стала очень комфортная подниматься конечно не очень комфортно потому что жарко но она того стоит сейчас я поверну камеру посмотрите какие здесь открываются виды грязно конечно везде мусор но посмотрите туда стамбулу нужно привыкнуть город грязный очень грязный я не знаю сколько я побывал в разных местах разных городах стамбул прям такой печальный тут что-то у нас еще происходит это уже двор старый так друзья я сейчас еще поднимусь наверное туда потому что сильно уже запыхался чуть перейду и к вам вернусь уже из другой части там такая более старая часть более такая красивая трущобная ну все что я люблю ну и мусор к сожалению сожалению беда стамбула это мусор ну что поднялись чуть выше с вами вот тоже старая мечеть по моему она 90 90 92 года ну почти моего возраста вот до девяносто второго года вот что еще друзья из нового сейчас повернемся за ортодоксальную глубинку картала стамбула что еще из нового новых мест нашел проедемся с вами погуляем посмотрим очень давно мне советовали посетить музеи керамики и стекла он здесь в азиатской части с вами съездим чуть не упала камера посмотрим что там еще пара интересных мест нашел и самое главное чем я еще занимался помимо работы и сидения дома до того как еще приехала мама я начал смотреть друзья по вашим же рекомендациям турецкий сериал да я начинал смотреть многие турецкие сериалы но это абсолютно не моё тоже дом недавно просто здесь гулял тут еще жили вообще не моё это турецкие сериалы это вот эти вот любовные треугольники интриги все это нет но вы мне посоветовали хороший сериал про криминал в турции точнее криминал в стамбуле вот и в том районе мы уже тоже с вами гуляли снимался этот сериал в балате ближе туда как к чему это получается к западной части золотого ворога и называется он друзья чукур чтобы вы понимали кто уже смотрел этот сериал я сейчас на четвертом последнем сезоне уже на пятой серии затянул меня интересно просто до безумия очень-очень мало всего вот этого вот розовых очков это и интриг любви вот этого вот всего турецкого очень мало но зато прям про криминал про то как действительно она мне кажется она в любой стране на стамбуле мне кажется до сих пор это существует вот эти вот мафии ну в общем кому такое интересно я советую посмотреть сериал чукурон я его смотрю на лорд фильме там без рекламы без ничего очень удобно выбирайте и смотрите несколько серий тоже начинал на турецком нет кстати друзья начал заниматься снова турецким языком интересная ситуация получилась что-то я не знаю просто меня как-то торкнуло начал искать в интернете но я когда-то уже учил вы знаете я и на курсы ходил на бесплатный когда в нж получал первый тоже верчу как обычно камеру вокруг смотрите а я поболтаю с вами вот и наткнулся там было несколько бесплатных уроков ну и как-то меня затянуло естественно я спросил разрешение объяснил что у меня канал небольшой свой маленький про турцию могу ли я упомянуть вас и естественно здесь очень важно знать в турции язык особенно если вы живете как я не в туристической части да и в туристической там кроме определенных фраз очень слабо владеют английским языком ну а если и вы хотите знать хоть немного турецкий хотя бы на базовом уровне чтобы чувствовать здесь себя спокойнее особенно если вы сюда жить приезжаете ну даже базовые знания турецкого конечно же в разы облегчают пребывание в этой стране вот посмотрите здесь петухи курицы домашнее хозяйство ну и кто планирует начать изучение турецкого языка может кто-то уже начал но хочется как-то структурировать базу знания потому что кто начинал те меня поймут турецкий язык он весьма необычен в своем грамматической и в своей точнее грамматической составляющей ну есть очень хороший такой вариант бесплатно пройти серию практических уроков ссылку оставлю в закрепленном комментарии в описании под видео друзья вы знаете я вам не посоветую плохого какую-нибудь какашку а то что именно сам использую ну язвать меня прям затянуло потому что вы знаете я посещал курсы как я уже упоминал бесплатный от турецкой республики от правительства но там немножко не сложилось ввиду нахождение в группе тоже друг граждан других стран которые уже лучше владели турецким и преподавателю уже было не интересно с нами работать ну и как-то не сложилось вот посмотрите какая здесь мечеть она очень громко кричит когда начинается эзан у нее такой даже там где я живу и и слышно у него это очень старый микро вверх точнее этот громкоговоритель и прям так до костей звук друзья автора уроков зовут а я преподает турецкий она уже больше пяти лет и специализируется на знаете сразу таких коммуникативных методиках то есть без вот это вот всякой лишней болтовни там все знаете да кто начинал учить какой-либо язык это все как-то каша 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 и нифига не получается а у нее все четко и по делу я уже давно здесь живу у меня там очень много вопросов по турецкому языку там по грамматике по словообразованию ну и как-то быстро я нашел все свои ответы и быстро грамматика конечно же структурировалась очень простые понятные схемы подобраны не знаю мне кажется они помогут начать говорить на турецком уже на бесплатных уроков у меня уже небольшая база была но там настолько как-то понятно но вот профессионалы подобрали методики вы обратили внимание да вроде со стороны смотришь 1 двухэтажный дом а вниз еще пара-тройка этажей спускаются ну вот такие вот трущобы в азиатской части стамбула мы с вами уже гуляли я полу начале видео я упоминал куш т.п. это в европейской части в шишли и здесь в азиатской части мы с вами еще там внизу гуляли тоже по таким сомнительным местам ссылку оставлю кому такие видео интересны там прям такое прям ну не то чтобы чернуха но не очень приятные места здесь не знаю может быть потому что я привык я здесь часто гуляю поднимаюсь конечно же в жару в летом сюда редко но зимой почему бы и нет я не знаю мне кажется такие вот старые какие-то ветхие кварталы мне здесь уютно я наоборот себя не очень так хорошо чувствую там среди новостроек небоскребов ну не такой я человек а вот такое старенькое мне главное чтобы была чистота но как вы видите стоят мусорки грязи вот посмотрите везде чистота конечно стамбул не славится как я уже говорил но очень-очень уютно и мы с вами я еще говорил в пендик сходим погулять в государственное кафе на холм и потом тоже по местным улицам пройдем там посмотрите тоже очень так уютно вот тут что так себе угол не очень ну совсем все ветхое дряхлое вот что еще друзья было интересного за все это время когда мама приезжала еще одна моя знакомая приезжала и мы ходили гулять ну вообще пол стамбула конечно же обошли но маме очень нравится баллад фенер баллад это вообще одно из любимых мест это мечеть сулеймания фенер баллад это все если мама в стамбуле мы обязательно и едем туда но еще домашняя птица и вот так вот здесь все вокруг палате я уже сколько я как говорил уже я подсел на чукур надеюсь что в этом месяце его закончу потому что он забирает нереально много времени от него невозможно оторваться кто любит сериалы про криминал конечно же там это турция там очень много турецких обычаев каких-то особенностей начинайте смотреть не пожалеете вот и я побывал в этом кафе в котором и происходят такие основные моменты вот посмотрите как я говорил домик вроде одноэтажный а вниз еще три этажа уходит в кафе в котором происходили все основные решения приняты по чукуру по этому району чукур с турецкого языка переводится как яма и мы с вами гуляли в тарлабаши это считался самым опасным районом в стамбуле и там есть улица чукур и на которой как раз все незаконные вещества и продаются и оружие и которые принимаются вовнутрь вот и все очень думали и спрашивались там ли снимали сериал или тоже что-то разрушили или там нет друзья сериал снимали в районе баллад арендовали квартал я побывал в этом кафе и за мы посмотрим и самый интересный момент но турки молодцы вообще ребята они своего не упустят съемочная группа сняла квартал да правильно все говорю вот и там из помещения сделали кафе для сериала естественно сериал снимали четыре года съемки закончили и местные жители стали использовать это кафе но почему бы и нет правда но они установили таксу и с каждого человека просто просто зайти в кафе это не стоимость ничего не включено просто за это стоит 150 лир то бишь сейчас то сколько 500 рублей 450 там 500 рублей кофе там стоит почти 100 лир турецкий который ну он совсем недорогой ну цены там конечно очень сильно завышенный но сама атмосфера она очень здоровская мне понравился даже когда подходишь я на карте ну конечно же метку установил и пока мы туда шли все вот эти вот из сериала знаки знаки чукура вы знаете да стрелка вверх вниз и три точки но кто знает тот поймет очень так атмосферно и я не знаю это было сделано специально тоже старые дома специально или нет но когда мы подходили туда там абсолютно не много народа потому что это уже в сторону от туристических улиц палата торговый вот и там значит подъехала полицейская машина это молодежь стояла не знаю цыганчата либо просто какие-то ребята стали у них тоже естественно спрашивает документы полиции полиция и кого-то из них там забрали не знаю но атмосфера там такая вот прям как из сериала криминально я не знаю этот подстроена под туристов и если да то с какой очередностью они делают такие полицейские рейды либо это до сих пор там какая-то такая еще криминальная обстановка имеется имеется присутствует но это здорово кто смотрел сериал блин я сделал конечно же фотографии я поделюсь телеграм напоминаю подписывайтесь ссылка на мой телеграм-канал в описании под видео вот я получил удовольствие здесь вот еще стройка видите среди этих старых крышок естественно возводится что еще еще одно место я нашел помимо музея стекла и фарфора есть еще один по моему павильон булгура или булгурский павильон говорят что в этом году его открыли он бесплатный из него сделали библиотеку находится он старом городе в районе в бать их недалеко от станции мармара и метро я никопы обязательно туда с вами сходим и вот эта мечеть которую мы с вами сверху сейчас видели мы ее обойдем и сейчас пока рассказывал вам про чукур вспомнил что я пожалел что не купил себе кружку обычную кружку чёрную с символикой вот этой вот чукура ну обязательно пойду может с вами пойдем погулять по балату еще раз я уже гулял там тоже ссылку оставлю в описании кому интересно кто новый на канале кто не видел переходите посмотрите классный очень атмосферный такой фенер баллад греческо-еврейский такой район ну там очень здорово друзья тем более сейчас мы с прошлого или позапрошлого года продлили трамвайную ветку по моему т4 или т5 можно спокойно добраться туда на обычном городском трамвае либо на вапуре кто смотря кто где живет очень удобно вот и посетили там храм хора кстати он был бесплатный но мама тоже очень хотела туда попасть до сентября месяца он был вообще бесплатные сентября месяца сделали 20 евро просто за одного человека зайти и посмотреть по моему это вышло у меня что 800 лир и я не ходил смысла тратить еще раз деньги не вижу мама подсадила да и очень понравилось она там была вообще в восторге но когда она узнала сколько он стоит она сказала что ну наверное таких денег он не стоит но все же очень сильно друзья на все поднялись цены здесь инфляция ну вы наверное из моих видео не только из моих видео из новостей кто интересуется турции или стамбулом или отдыхом здесь вы наверное знаете цены поднялись на все особенно какие-то туристические места но чего-то с чем-то очень-очень много все очень-очень много дорого стоит еще друзья у меня приходили я пока не снимал все равно но вы смотрите пишите комментарии спасибо вам за комментарии кстати не забывайте пожалуйста ставить лайк напишите комментарий не в телеграме а здесь пишите комментарии потому что это поможет как-то алгоритмом ютуба мое видео в более широкой аудитории про рекомендовать спрашивали очень много как я здесь так долго нахожусь вообще что это такое я не знаю это тоже что-то очень-очень старое доброжелатель или нет друзья я нахожусь здесь по туристическому внж по поручительству и он у меня вид на жительство он он у меня заканчивается следующим летом но честно сказать я пока не знаю останусь ли я здесь после нового года я очень хочу домой я очень хочу увидеть своих друзей увидеть свою семью погулять по своему родному городу конечно мечта чтобы все что сейчас происходит закончилось и вернуться на свою работу в авиацию на землю кто смотрит не давно знаете да что семь с половиной лет я провел в небе потом я все время работал на земле я очень хочу обратно в свой аэропорт там новый какой-то строят мне друзья скидывали проезжали ну здорово если как к тому моменту и пока это все закончится его построят буду работать там канал не буду забрасывать обещаю даже если буду как бы там при каких-то обстоятельствах пропадать надолго ненадолго обещаю держать вас в курсе в телеграме если я ничего не снимаю но канал я буду вести пусть это будет пока Турция потом может быть это будет другое место потому что я планирую о посмотрите тоже внизу я планирую может быть куда-нибудь еще сгонять недалеко от Турции ну естественно не жить так как здесь а просто ненадолго вот либо уже если в России будут снимать в России тоже но Турцию я для себя не закрою мне Турция нравится несмотря на то что да в каком-то из предыдущих видео я говорю что очень сильно разочаровался во многом здесь да это так но не знаю какими силами или какими путями Турция очень меня держит морально я был в России в Краснодаре полтора месяца дома приехал сюда как вы знаете но даже если я уеду даже если я после лета не буду продлять ПНЖ я все равно сюда буду приезжать потому что ну как-то Турция мне нравится да очень много здесь минусов их становится с каждым ну не днем наверное с каждым месяцем все больше и больше это не только касается о посмотрите это не только касается цен это касается и людей к сожалению но это мое наблюдение никого не хочу оскорбить или что-то рассказать все как-то вот так друзья буду здесь заканчивать видео всем большое спасибо кто посмотрел скоро с вами увидимся всем пока